не важно насколько они привычные или традиционные или устоявшиеся подходы к организации работ при реализации этих проектов если в компании все хорошо если бизнес растет если клиенты приходит растет их лояльность и прибыль то по большому счету неважно какие подходы используются если вас устраивает может быть ничего менять не нужно проблемы возникают в том случае если что-то идет не так как правило это сказывается на бизнес показателю что прежде всего может мешать но самое главное это отсутствие прозрачности потому что когда вы не понимаете что происходит у вас компании вы в основном утрачиваете рычаги управления как машине вы можете нажимать на педали можете крутить руль но если вы в тумане непонятно куда вы приедете это наверное основная проблема мешающей работе второе это отсутствие бизнес смысла причем подчеркиваем на бизнес смысла с которым работают ваши коллеги если задача ставится в терминах написать код разработать интерфейсы подготовить документацию то в этом случае и будет сделано только это они появится какая-то новая услуга или продукт насколько это частотно да это частотно очень как правило с каждой компании с которой мы начинаем работать мы начинаем с того что мы опрозрачиваем работу визуализируем то что происходит на самом деле почему не получается решить эти проблемы но на самом деле по двум причинам первое как ни странно это страх особенно когда у нас собственник управление все не погружен глубоко в техническую тематику когда он подходит к своим инженерам и начинает спрашивать а что конкретно они делают какие цели они на сегодня ставят инженеры входят в такую защитную реакцию и начинают рассказывать собственнику в терминах микросервисной архитектуры что они делают на самом деле и тогда собственник понимает что перед ним точно очень квалифицированный специалист который очень сильно занят и не надо вообще вмешиваться в его работы а вторая причина эта инерция в том случае если все как-то работает очень не хочется в это все вникать это все менять особенно применять такие термины как бизнес-смысл суть прозрачность поэтому все остается по-прежнему прежде всего начинать нужно с людей причем с конкретного вот человека себя нужно начинать собственнику если он хочет что-то менять но в том контексте о котором мы сейчас рассуждаем начинать нужно с людей которые находятся вокруг него имеет смысл оглядеться и посмотреть спросить своих сотрудников коллег что идет не так чаще всего инженеры прекрасно понимают те проблемы которые есть компании и имеют даже способ решения этих проблем буквально несколько дней назад я разговаривал с компанией сетевых инженеров с командой сетевых инженеров которые сказали что им было бы очень важно и для ценности их работы и для собственной профессиональной ценности понимать для какого бизнес-смысла они настраивают конкретно виртуальную машину и когда собственник это понимает он может окружить себя теми людьми которые хотят что-то менять и опереться на них дальнейшем второе что имеет смысл сделать когда мы хотим начинать изменения это выбрать фокус нужно выбрать какую-то проблему которую мы хотим решить разными способами можно составить список этих проблем и выбрать какую-то можно взять в принципе любую главное выбрать одну и начинать работать с ней это не обязательно должна быть самая главная самая сложная самая тяжелая проблема просто какая-то любая мы должны начать изменения и получить результат третье что имеет смысл сделать это выстроить систему метрик мы должны определить те цифрки те показатели на которых собственник будет смотреть на которые он будет ориентироваться в тот момент когда будут происходить изменения с тем чтобы мы могли избежать изменений ради изменений ну и главное не забывать о том что любые изменения это прежде всего эксперимент не надо думать что мы начнем что-то менять и сделаем какую-то конструкцию какую-то организационную структуру на века и сейчас вот если мы ошибемся то произойдет что-то страшное мы начинаем действовать экспериментами маленькими кусочками и на основе нашего успеха уже тиражировать эти изменения что касается волшебной таблетки какой-то автоматизации на самом деле нет любая автоматизация любой инструмент это всего лишь способ внесения изменений и чаще всего тут есть опасность том что когда мы хотим что-то автоматизировать это автоматизация внедрение инструмента может стать самоцелью и само это внедрение станет проектом на котором возникнут сложности нет смысла нет цели внедрить инструмент можно начать с экселя с листочка разговоров с чего угодно инструмент это хорошо поддерживающий инструмент и естественно есть мы для себя и своих коллег и партнеров такой инструмент разработали поддерживающие практики постоянных улучшений постоянных изменений но подчеркну это не самоцель а на самом деле собственнику в любом случае придется справляться самому потому что это его бизнес и хороший консультант хороший трекер хороший коуч это такой же поддерживающий инструмент как и автоматизация хороший коуч или хороший трекер это человек который поддержит собственника поможет ему сформулировать цель поможет ему сформулировать создать план достижения этой цели и самое главное поддержит его в тех моментах когда возникнут проблемы когда начнет опрозрачиваться реальная картина бизнеса и собственнику захочется всех уволить и самому тоже уволиться в этот момент такой поддерживающий человек очень нужен с тем чтобы собственник не свернул с пути этих изменений мы именно такого подхода как правило придерживаемся в нашей работе с клиентами ни в коем случае мы стараемся не говорить что конкретно нужно делать не управлять за управленца не управлять за собственника а именно поддерживать его в его решениях но управлять своей компанией ему в любом случае придется самому но он этого и хочет